Тойота FV2 Футуристический одноместный концепт был впервые представлен знаменитой японской компанией на Женевском автосалоне в 2014 году. Главной отличительной особенностью этого средства передвижения является полное отсутствие привычных автомобилистам деталей управления. Иными словами, в Тойота FV2 нет руля и педалей. Управление концепт-каром осуществляется за счет смещения тела водителя вперед, назад, влево и вправо. Технология искусственного интеллекта, используемая в FV2, выводит связь водителей транспортного средства на новый уровень. С помощью функции распознавания голоса и изображения машина может даже определить настроение водителя. Цветы изображения на корпусе и внутренних дисплеях могут быть изменены в зависимости от желания пользователя. Кроме того, концепт запоминает маршруты поездок и предлагает соответствующие направления. А также анализирует водительские навыки владельца для оказания помощи в управлении. ASAP Устройство, придуманное и созданное с помощью компьютерной графики четырьмя студентами колледжа дизайна, представляет собой гибридную машину, сочетающую элементы вертолета и небольшого самолета. Для того, чтобы подняться в воздух, вертолет у достаточно обычной площадки, при этом тройное шасси автоматически складывается внутри корпуса. При преобразовании в самолет ASAP может развивать скорость до 350 км в час за счет обтекаемой формы и дополнительных винтов на крыльях. Еще одним приятным бонусом этого концепта является тщательно продуманное устройство кабины пилота, например, максимально увеличенный угол обзора, который достигается благодаря цифровым панелям, расположенным на окнах. Volkswagen Sedic Автомобиль представляет собой беспилотное такси, которое можно вызвать нажатием кнопки на специальном брелоке. Затем машина приедет к клиенту и автоматически доставит его в пункт назначения. Такси рассчитано на четверых человек, которые сидят в салоне на двух диванах лицом друг к другу. Стоит также отметить, что Cedric не оснащен рулем и педалями, поэтому задавать маршрут и управлять бортовыми системами нужно голосом. Беспилотный Volkswagen приводится в движение 130-сильным электромотором на задней оси, а размещенные под полом литиево-ионные батареи обеспечивают запас хода до 400 км. Renault Fluat Эта концепция машины была разработана студенткой из Китая Ю Чан Цай, которая победила в конкурсе от автокомпании Renault. По мнению молодого автора, в будущем шарообразные транспортные средства Fluat будут летать над землей, используя магнитную левитацию. Сфера, напоминающая мыльный пузырь, сможет вмещать одного или двух пассажиров, а вызвать необычную беспилотную машину можно с помощью специального мобильного приложения. Два или несколько таких авто способны соединяться при помощи дополнительных внешних магнитных поясов, при этом пассажиры таких капсул смогут общаться друг с другом при помощи специальных звуковизуальных систем. Поверхность сферы, напоминающая прочное стекло, сумеет по желанию пользователя изменить степень прозрачности для получения более захватывающих и незабываемых впечатлений о поездке в необычном транспорте. СМАРТ ВИЖЕН ИКУ ФОРТУ Разработанный как часть презентации поколения СМАРТ 2030 года, концепт полностью электрический, автономный и предназначен исключительно для систем каршеринга будущего. ВИЖЕН ИКУ Отсутствует интерфейс управления автомобилем при помощи руля и педалей. Внутри и снаружи такой машины находится множество дисплеев и индикаторов, которые позволяют ей общаться с пассажирами и пешеходами. Когда автомобиль свободен, он будет самостоятельно добираться до ближайшей станции, чтобы зарядить батарею мощностью 30 кВт-часов. Модель оснащена 24-дюймовым экраном, который отображает всю информацию, включая навигацию, видео и изображение. Сиденья спроектированы как скамья, обшитая белой эко-кожей с выдвижным центральным подлокотником, под который имеется место для небольшого багажа. Airbus Flying Car Авиастроительная компания Airbus представила концепт аэротакси, разработанный при участии дизайн-бюро «Италдизайн». Машина обладает модульной конструкцией, что позволяет ей перемещаться как в воздухе, так и по дорогам, как обычный автомобиль. Пассажирская капсула Pop-Up System может быть вызвана по требованию через мобильное приложение любого онлайн-такси. Платформа на основе искусственного интеллекта учитывает предпочтение того или иного клиента и находит оптимальный маршрут поездки. Еще одна составляющая машины — это полностью виртуальная среда, которая будет взаимодействовать с пользователем и реагировать на его действия в момент передвижения. Длина самого летательного аппарата составляет 2,6 метра, а его корпус изготовлен из сверхпрочного углеродного волокна. Максимальная скорость аэротакси Airbus составляет 240 км в час. MiniVision Next 100 Одним из ключевых элементов данной машины является фирменная приборная панель-куперайзер. Создаваемая в результате свечения цвета и паттерны, символизирует многогранную интеллектуальную цифровую систему, позволяющую создать для каждого водителя оптимальную микросреду. В зависимости от настроения и желания пользователя, а также дорожной ситуации, Vision Next 100 способен выбрать цвет крыши и режим подсветки салона, настроить внутренние развлекательные функции и определить необходимую для поездки информацию, передаваемую на навигационную систему. Кроме того, интерактивное лобовое стекло открывает отличный вид на дорогу, а система дополненной реальности отображает маршрут движения и оптимальную траекторию. Машина может работать автономно или же с помощью рулевого колеса. The B Технологическая группа Continental представила концепт городского автономного электромобиля, предназначенного для одного или двух пассажиров. По задумке разработчиков, B можно будет вызвать, позвонив по смартфону. Машина обладает небольшими размерами, так как она состоит из четырех колес, лобового стекла, просвечивающейся крыши и прозрачных панелей дверей, которые также служат дисплеем для вывода информации. Компактный концепт Car Continental оснащен электродвигателем, который обеспечивает максимальную дальность хода в 350 км и скорость в 60 км в час. Аэромобиль 3.0 Данная модель от словацкой компании Аэромобиль представляет собой летающую машину, которая обладает складывающимися крыльями, парашютной системой спасения и автопилотом. Его мотор Rotex 912 разгоняет машину по шоссе до 160 км в час, а в небе скорость может достигать 200 км в час. На трассе Аэромобиль 3.0 тратит 8 литров топлива на 100 км, а в воздухе — примерно 15 литров в час. В качестве топлива машина использует обычный автомобильный бензин. Запас хода по шоссе равен 875 км, а в режиме самолета аппарат способен преодолеть 700 км. Стоит отметить наличие у автомобиля системы регулировки крыльев, благодаря которой для взлета ей нужно несколько сотен метров свободного пространства. Ирин Гоу Дизайнер Мохаммад Гизел создал концепт трехколесного автомобиля. От других аналогов его отличает то, что колеса в нем расположены не в виде треугольника, а в ряд. По замыслу автора, машина должна ехать преимущественно на одном центральном колесе, который будет ведомым. А боковые нужны только в тех случаях, когда в автомобиле едут не два человека, необходимых для поддержания равновесия, а один. В этом случае колеса просто вращаются с разной скоростью. Также они нужны для того, чтобы вписываться в крутые повороты. Кроме того, с каждой стороны Ирин Гоу есть еще по одному маленькому колесу. Они приводятся в работу тогда, когда автомобиль нужно припарковать или въехать на нем в узкий проезд. Друзья, пора заряжать свои мозги на полную. Заходите на канал BrainTime. Там вы найдете кучу интересных и полезных фактов, а также море позитива и тонны полезной информации. Подписывайтесь, и мы обещаем, будет очень интересно! Субтитры сделал DimaTorzok